Девушки отдыхают Это страшно. Мы потеряли Украину, и в этом виноват не Путин. В этом виноваты неизвестные наши русофобы из ЗУ. В этом виноваты мы. Сами, именно мы, украинцы, с Полтавы, Черкас, Киева, Хмельницкого, Житомира, Чернигово, со всей центральной Украины, позволили этим придуркам-галычанам установить над всей Украиной свои нацистские порядки. Ты вспомни, украинец, вспомни, как во время застолий мы подхватывали их. Бандеровские песни, как смеялись вместе с ними над анекдотами. Мы закрывали глаза на коверкание имя украинского языка, на все эти шпытали, наразили, товшица и прочие мапы и так далее. Нам было безразлично установление в их городах и селах памятников тем, кто стрелял в спины нашим дедам во время Великой Отечественной войны 41-45 годов. Потом они незначай стали ставить на своих собраниях портреты Бандеры и Шухевича, а потом в открытую маршировать вначале со своим, а потом уже по нашим городам с флагами СС и фашистскими лозунгами. Мы сознательно закрывали на это глаза. Ну что же, и у них своя история, надо понимать. И эти их памятники стали появляться и у нас. Они называли нас съедняками, весь Юго-Восток рабами, совками и потомками сталинских кацапских палачей. А шахтеров – кучей бандитов, живущих с такой же кучей Анжелик. И мы, конечно же, понимая, что это не так, дружески похлопывали по плечу. Да ладно вам! И там нормальные люди есть. Это мы пустили их в Киев. И Киев, Киев молча смотрел, как приезжие галычане и студенты из ЗУ маршируют с факелами в честь дня рождения Бандеры по Крещатнику. И эти марши становились все многочисленнее год от года. Они переписали всю нашу историю. Наши предки, согласно этой истории, стали никченными потораками Российской империи. Их коллаборанты – рагули и ничтожество новыми героями Украины. Мы это проглотили. Когда в Киеве во время Майдана они стали избивать метро за русскую речь, и это в русскоговорящем Киеве. Русскоговорящим же киевлянам это было глубоко по боку. Они же дети, резвятся. Они же против Януковича, и как-то неудобно ставить их на место. Они обосрали и разрушили весь центр Киева. Мы и тут молчали. Сейчас мы получаем ответку за наше безразличие, за нашу трусость и нашу глупость. Мы потеряли Украину. Она больше никогда не будет, и только в прежних границах. Люди поменялись. Чаша терпения Юго-Востока переполнена. Украина оказалась для них мачекой, с усиками, под носом и свастикой на рукаве. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей, отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не Дуна еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороший. А вы не знаете, есть какой уровень? 60 километров в биткордону с Польшей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Вау. Сумска область между Ливией и Польшей? Вы смеете себя? Сумска область между Ливией и Польшей. Сумска область между Ливией и Польшей, на самом деле это не может быть область. Городского и Волынского. Воробьёв из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра... Совместно и стою. Паркафорский был. Мы сделали украинский, мы угодно начинали. Мы таясь. Да, да. Украина, которая... Украина, которая... Украина, которая... Круто-круто-круто. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам по оранжевым изнаметам. От Хайкова до Гиева 480 км. А до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Ты машинской силой днёмною! Сранцевой живой! Вставай на смертный бой! Тс-тс... Вставай на смертный бой! Вставай на смертный бой! Субтитры сделал DimaTorzok